Технологии получения продукции животноводства изменяются под действием постоянного научно-технического прогресса. Доение молочного скота – один из самых сложных технологических процессов в животноводстве. От правильного доения зависит процесс образования молока в организме животного, поэтому для такой работы всегда были нужны хорошо подготовленные специалисты. Главная часть любого доильного аппарата – это доильный стакан, внутренние стенки которого изготовлены из резины, а наружные – из металла. Такты доения и отдыха чередуются автоматически – 50-60 раз в минуту. Последнее достижение в технологиях машинного доения – система полностью автоматизированного доения коров с помощью робота «Дояра». Программа автоматизированной системы учитывает физиологические потребности животного. Такую систему называют системой добровольного доения. Благодаря этому удается получать максимальное количество молока от каждой коровы. Один робот постоянно обслуживает отделение, в котором содержится 60-80 животных. В овцеводстве самым трудоемким и ответственным технологическим процессом является стрижка овец. Чтобы получить шерсть высокого качества, стричь овец нужно в оптимальное время и в сжатые сроки. Работа стриголя сложная. Он должен хорошо управлять овцой, менять ее положение, не причинять животному боль. На современных птицефабриках яйца собираются автоматически. Клеточные батареи устроены так, чтобы яйца попадали в желоба и оттуда на конвейер для сортировки и упаковки. Для отлова цыплят-бройлеров сконструирован специальный комбайн. Инкубация яиц – отдельное технологическое направление в птицеводстве. Продукция инкубаториев – это суточные цыплята, которых затем направляют на откорм или на выращивание кур-несушек. Но одних только современных машин и механизмов недостаточно для получения высококачественной продукции. Необходимо постоянно улучшать стадо, то есть отбирать для размножения животных, от которых можно получать больше продукции и более высокого качества. Поэтому важнейшим элементом технологии производства животноводческой продукции является разведение животных. Основным качеством сельскохозяйственных животных является их продуктивность, то есть способность давать определенное количество продукции за определенный период времени. Например, продуктивность молочных коров измеряют в килограммах молока, которое получают от коровы за год. Продуктивность кур-несушек – в количестве яиц, снесенных за год. Используя такие свойства организмов, как наследственность и изменчивость, человек постепенно выводил породы животных. Порода – это большая, не менее 2000 особей, группа домашних животных одного вида, имеющая сходные внешние и хозяйственно полезные признаки, которые передаются по наследству. Чтобы сохранять и улучшать породные качества, специалисты проводят постоянную племенную работу, отбор лучших представителей породы и их размножение. Породы животных отличаются по экстерьеру, внешним признаком животного, размеру, массе тела и телосложению, окрасу. Особенно хорошо это можно видеть на примере собак. Для всех домашних животных более важны хозяйственно полезные признаки породы. Это те качества животного, ради которых его и содержат, и которые связаны с экстерьером. Обычно от сельскохозяйственных животных получают несколько видов продукции – молоко и мясо, мясо и шерсть, мясо и яйца. Но у большинства животных есть один основной вид продукции, который называется направлением продуктивности. Например, выведены породы коров молочного, мясного и мясомолочного направления продуктивности. Это направление можно определить по их экстерьеру. Все породы животных были выведены путем двух основных приемов улучшения животных – отбора и подбора. Отбор – это выявление особей с нужными качествами, которых оставляют для разведения. Подбор – это составление родительских пар из отобранных животных для получения потомства с нужными качествами. В животноводстве применяют два метода разведения, чистопородное разведения и скрещивание животных двух или нескольких пород. Полученные в результате скрещивания помеси животных часто продуктивнее животных исходных пород. Лучший пример эффективности скрещивания животных разных пород – бройлеры. У них мягкое сочное мясо, которое быстро жарится. Современная наука многое может дать животноводству. Клонирование живых организмов теоретически позволяет получать от самых выдающихся по продуктивности животных неограниченное количество биологических копий. В последние годы разрабатывается новое направление – создание генномодифицированных живых организмов – ГМО.